Медвежата были обнаружены на таможне в клетках. Автомобиль контрабандистов остановили для проверки. Но там проверяющих ожидали четыре бурых медвежонка, без разрешения на вывоз. Два мальчика и две девочки, истощённые и утомлённые поездкой в маленьких ящиках. Временным пристанищем для зверят стал Оренбургский цирк. Буквально через два дня мы приняли их в порядок, накормили, напоили. То есть сейчас им ничего не угрожает. У нас ветврач, нас консультируют лучшие дрессировщики нашей страны. То есть вы онлайн с ними связываете, телефон показываете? Да, мы связываемся и они нас консультируют, как кормить, что давать и как за ними ухаживать. Очень хотят уже кушать. И, конечно, внимание. Потому что, ну как маленькие дети, все просят, все хотят, чтобы лапку дали полизать. В лице Светланы детёныши приобрели маму. Хотя профессионально с животными она никогда не работала. Свою жизнь посвятила воздушной гимнастике. Сейчас, как только медвежата слышат голос женщины со двора, сразу начинают бегать по клеткам и привлекать к себе внимание. Он как артист всегда волнуется, да? Я так понимаю, что Миша – это самый дружелюбный сейчас, вот такой самый ручной, самый приспособленный к человеческим рукам медвежонок? Ну, Миша и Гриша, они оба такие дружелюбные, а девчонки у нас немножко хулиганят. Откуда везли зверят и где их мать, предстоит узнать правоохранителям. Известно лишь то, что медвежат собирались перевезти в Узбекистан. По документам их клички Зита, Гита, Чук и Гек. Опекуны дали им новые имена – русские. Маша, Даша, Гриша и Миша. По документам предположение было такое, что они из зоопарка, но вот эти все данные, вроде бы, как сказали мне сегодня, звонили из ФСБ, сказали, что они не соответствуют действительности. И прокуратура вот открыла уголовное дело. Нам бы хотелось, чтобы эти медвежата попали в природу. Если, конечно, специалисты посмотрят и определяют, что уже в природу невозможно будет их отпустить, так как они к рукам привыкли, все такое выкармливали без матери, то естественно, мы будем стараться, чтобы их судьба была хорошей. Мы или в какой-то государственный зоопарк будем устраивать, или все-таки кому-то из профессионалов, дрессировщиков будем отдавать, чтобы они с профессионалами работали соответственно тем стандартным требованиям, которые сейчас предъявляет Росприроднадзор по содержанию животных. Кушают медвежата, конечно, с большим аппетитом. Например, за раз вот этому медвежонку, которого назвали Миша, нужно как минимум две таких бутылочки. Соответственно, за день как минимум половина стандартной пачки корма. Если вы тоже хотите каким-то образом помочь, принести продукты, например, корм или какое-то лакомство, сгущенку или мед этим медвежатам, то в цирке примут ваши продукты, можно связаться с сотрудниками по номерам телефонов, указанным на этих экранах. Но сколько мишки пробудут в Оренбургском цирке, пока сказать сложно. Пока идут следственные мероприятия, сотрудники продолжат за ними ухаживать. Сейчас у медвежат есть любящая, хоть и временная семья. Светлане с уходом помогают ее дети, но к человеческим рукам зверята пока не привыкли. Неравнодушные оренбуржцы могут помочь животным детскими молочными смесями, медом, молоком, печеньем или сгущенкой. Все это можно принести в цирк или отдать лично воздушной гимнастке Светлане при встрече. Ее контакты на ваших экранах. Наталья Богданова, Анжелика Сергеева, Андрей Булатов, городской телеканал ЮТВ.